Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Promix, и мы продолжаем карьеру в F1 Challenge 9902 на Эроузе, и сегодня у нас третий этап 2000-го сезона в Имале. Этот циркут, перенемен в честь диноза Феррари, остается одним из классиков Формулы 1. Где у меня не было хорошего круга, так что хотлапа сегодня у нас не будет, и я постоянно фейлил, хотя я мог проехать, наверное, 33.9 на секунду хуже, чем Хакенен, но все-таки мы так и не проехали, и тут у меня случается... Потому что у нас и в прошлом сезоне был дождь, и тут я просто был во фрустрации, потому что, ну, хоть в гонке, после этого я мог что-то еще сделать с восьмого места, на котором мы быть не должны были, но все-таки дождь случился снова. Никогда более сильный, чем в прошлый раз. Ну, я надеюсь, что мы хоть в этот раз доедем до финиша, а не будет у нас никаких поломок тормозов и всего такого. Гонка в любом случае обещает быть интересной, просто потому что дождь. Ну, и тут я забыл врубить интерфейс, так что мы не увидим, с какими временами все-таки проехали пилоты. Я решил отрубить кирам. Раз уж такие дела вступления, пять огней у нас, и мы стартуем. Нормальный старт еще, на самом деле, для дождевых условий нас проезжают... Ну ладно, нет, ужасный старт. Мы на 14-е место скатываемся, тут еще и Заубер прокатывается мимо. Меня и Ягуара, и Чуни Херберта. Ну и там Ирвайн, по-моему, то ли не стартовал, то ли у него инцидент какой-то случился. Но в итоге мы вот под такой вот душ попадаем, и я ничего не вижу, естественно. Приходится как-то с внешней стороны смотреть, где там Херберт. И я только оптимистично нажал на газ, и сразу же я скатываюсь на последнее место. Это был Ирвайн. И он уже сошел. Потому что такие дела надеемся на какое-то улучшение. Потому что пока что машина абсолютно неуправляема в таких условиях. Дальше на втором круге... Я с Верстапи на первом круге залетел на пидстоп, поменял шины, ошибся с выбором. И тут я понимаю, что, возможно, я тоже что-то сделал не так в их выборе. И именно поэтому на третьем круге я заезжаю, чтобы взять покрышки типа Монсу, которые созданы для исключительно дождевых условий. Так что мы еще жестче скатываемся вниз. Но хотя бы мы будем ехать в каком-то темпе. В темпе Минарди, видимо, нас туда гоняет Макларен Микки Хаккинина на круг. Из-за них у нас сейчас находится Михаил Шумахер на Феррари и Робенс Баррикелла. Я их тут пытаюсь пропустить, на самом деле, вот в этом вороте. Я им оставил приличное место внутри, ну, что они проедут. Но Михаил Шумахер решает убиться в меня. И я не понял вообще, как это произошло. Но вот вам повтор. То есть я еду медленно, я понимаю, я их пропускаю. Но Шумахер едет прямо в меня. То есть он просто в левом повороте едет прямо. Что просто невероятно. То есть он даже на мгновение поворачивает вправо зачем-то. И только потом он резко начинает поворачивать влево. И в результате убивается. И в него вот так и вырезается. И Робенс Баррикелла. Это просто фиаско для Феррари. Двойной сход в результате. Ну и тут еще интересный инцидент после произошел у Микки Хаккинина. Заезжал на пидстоп. Рад на улучшение условий было. И тут его занесло. И к его счастью он подскочил здесь. Иначе это мог быть еще один сход у нас. Ну и у нас просто начинается с этого момента врагфест какой-то. Потому что тут же у нас Вильнев убивает Хэнса Харальда Фрэнсона. И Ник Файртельт убивает Джанкарла Физикелла. В итоге у нас минус 4 машины еще. И мы оказываемся спустя несколько кругов. На каком месте? Правильно. Оказываемся мы на 11 месте. Потому что уже 29 круг. И еще несколько машин сошло. По каким-то инцидентным причинам. И я съехал на пидстоп. Но возле боксов Эроуза почему-то стоят механики Заубера. И меня тут толкает зачем-то Вюртс к своим механикам. Не, я понимаю, что он хочет на пидстоп. Но я тоже хочу на пидстоп. Тут как бы сухо, по-моему, становится. Но в итоге Вюртс сошел, что ли? Или он уехал просто? Что-то с ним в общем произошло? И куда-то он испарился. Я решаю просто... Ладно, окей. Я поеду дальше. На самом деле, не настолько прям сильно подсохло для сликов. Поэтому я решаю... Может быть стоит попробовать просто поставить микс покрышки. И посмотреть, что-то как. Еще у нас Джонни Херберт сошел в итоге. Видимо, тоже на входе в питлейн его кто-то убил. Как и большинство других машин. Собственно, на этот раз у нас получается заехать к нашим механикам. Ну и на 35-м круге я решаю попробовать все-таки софт поставить. Потому что, ну... Остальные ехали на софте. Я решил... Ну, блин. Надо попытаться оставаться на сухой траектории. Мало ли, у нас получится. И мы будем хотя бы догоним Минарди. За меньше, чем за 30 кругов. Я думаю, это было бы реально. Мы сейчас находимся на 9-м месте. И там... Если бы мы обошли 2 Минарди, которые впереди нас были. То мы бы были на 7-м месте. И там, может быть, кто-то бы впереди сошел. И мы были бы в очках. Но... Эээ... Все-таки было... Все еще довольно-таки мокро. Настолько мокро, что я пытался пропустить тут Заубер. Но он никакую не хотел обещать меня по мокрой траектории. Так что он объехал меня только после того, как я его пустил по траве. Ну и тут меня на второй круг, на самом деле, проходит Гастон Мадзакана. И меня аж на торможении выкидывает с трассы. Вот настолько было все еще мокро. Но... Вот они ехали на софте. Им было нормально. Ну и на 37-м круге я немножко оптимистично понажимал на педаль газа. И в итоге ударился задом об отбойник. И на этом наше Гран-при завершилось. Но мы довольно хорошо устроились в первом ряду в том повороте. Мы смотрели на борьбу Ральфа Шумахера и Ярна Трули, которые находились на третьем и втором месте соответственно. Так что у нас был хороший взгляд на то, что там происходит в Гран-при. В 48-м круге их догнал Мика Хакенен. И казалось бы, пропусти Ральф здесь Мику Хакенена... У него был бы хороший шанс достать Ярна Трули. Если бы он держался в темпе Хакенена. Но он его не хочет пускать. Они едут здесь бок о бок зачем-то. И Ральф Шумахер теряет драгоценнейшее время просто. Выдавливает тут на траву Мику Хакенена. Сказалось бы, пропусти его здесь. Но они едут бок о бок и в акваминерале. Как будто это борьба за позицию. Но и только здесь Ральф Шумахер пускает Мику Хакенена. Ну и он достал до последнего круга все-таки Ярна Трули. Но на атакующую прям такую позицию все-таки не подобрался. На прямых машина Ярна была быстрее. И они финишируют так, как и были вторыми и третьими. Ну что ж, очень много на самом деле. Мидфилд команд набрали очки. Заубер, Бар, даже тот же Трули. Хотя я его недооценил на самом деле. Он достаточно стабильно что-то там близ очков едет. Ну и мы все-таки девятое место в таких кондициях. Да, там убились машины. По сути, мы последние приехали, но все-таки. И вы посмотрите на этот Ральф Шумахер. По итогу оказывается даже впереди Михаэль Шумахера на данном этапе. И всего в очке Рубенса Баррикела. Но, конечно, посмотрите на отрыв Хакенена. Это почти в два раза больше, чем у Кукарда. 26 очков против 14. И кажется, у нас интриги никакой вообще не будет в этом чемпионате. Но посмотрим. Может что-то изменится вот здесь. Вот Великобритания. Четвертый этап. Сильверстоун. Ну, а если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Промикс. И встретимся вот здесь, на этой прекраснейшей страсе.